Сегодня будем учиться заделывать вот такие порезы. Это порез не на коже, а на кожзаме. С кожзамом я не работаю, но задачу мне поставили, мне принесли несколько изделий вот с такими разрезами. Буду сейчас их заделывать. Давайте посмотрим, как это делается. Понадобится клей. Он у меня отлит в баночку. Вот такой. Всегда я работаю с таким. Не знаю, будет ли другой здесь удобен. Первая задача – склеить два слоя. Второй слой наносится акрилом. Верхнее покрытие. Как можно жиже нужно развести эти краски. Подобрать правильный оттенок. Замешать правильно оттенки между собой, цвета. И все. Работа не сказать, что бы сложная, но долгая, потому что цвета придется подбирать. Все остальное, в принципе, несложно. Всем привет! Сегодня буду заниматься ремонтом порезов. Порезов на... Не кожаном, но это кожезаменитель 100%. Я уверена, что это не кожа. Это рюкзаки. Несколько штук. Их при перевозке через границу на таможне порезали. То есть скрывали коробки и нанесли вот такие вот порезы. Попробую вам показать, в чем тут. Вот я уже их просто вчера начала с ними работать. Вот видите, вот эту полосу. Это вскрывали коробки и просто резанули, разрезали вот так упаковку. И, в общем, короче, повредили изделия. Мне их принесли, чтобы их можно было дальше попытаться продать. В общем, их нужно заделать. Первое действие, что я сделала... Я уже внутрь вот этих вот всех разрезов... Тут на каждом рюкзаке разного размера вот эти повреждения, но везде практически одинаковый след от ножа. Я уже внутрь вчера проложила микро-микро-микро-микро такие полосочки клея. Я всегда работаю с 88-м. Уже много раз говорила. Не буду сейчас ни рекламу делать, ни показывать. Просто, чтобы понимали, инструменты нам понадобится либо игла, либо какой-то с тонким... Ну, вот можно шпатером. Но лучше что-то микро-минимальное. Может быть, даже длинную иголочку. То есть, что делаем? Раскрываем вот этот вот рез и туда для начала укладываем глубоко клей. И затем вот делаем вот эти вот состыковку слоев. Вчера вот что-то уже сделано было, поэтому сегодня мне придется делать... Ну, сегодня второй этап работы. Сегодня я буду это все декорировать. На втором рюкзаке вот здесь тоже был рез. Его сейчас попробую вам показать. Вот можно увидеть. Видите? Сантиметра три. Вот присмотритесь на лямки. Вот на вот этой вот тут есть рез. И вот здесь он прошел по вот этой ручке. Я вчера уже склеила. Уже заметно лучше стало. Уже меньше вот эта вот щель. Покажу на других. Вот их несколько рюкзаков. Они все разного цвета. На этом рюкзаке тоже видите разрез упаковки. И вот она полоса. Вот она. Здесь вот как резанули, так... Вот, вот, ну, видно ее. Вот она, эта полоса. То есть я тоже вчера уже ее заклеила. Уже она как бы значительно лучше. Она уже не распадается, да. Но мне сейчас нужно будет еще работать с декорированием вот этого слоя. И видите, кожа здесь... Ну, это, опять же говорю, это же не кожа. Но это сделана имитация кожи флоттер. То есть зернистая. Так, на этом рюкзаке... Вот он, разрез таможенная. Таможенная, как у нас была добро. Где у нас тут... Хорошо бы вам осветить. Не могу даже найти. То есть после склейки у вас уже процентов 50 этой трещины. Этого реза уберется. Но все равно, если присмотреться вот тут. Вот она проходит, эта полоса. Вот я держу. Держу, в общем... Так, даже сама уже не вижу. Вот она вот так идет. Вот так вот идет полоса. Так вот я увеличиваю саму камеру. И видите, мелькает вот эта полоса. Вот ее видно. Ее вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Она очень мелкая уже. То есть это после склейки так уже выглядит. Но вот теперь моя задача... Вот эти все зернышки еще задекорировать таким образом, чтобы еще прямо микро-микро-микро-микро-микро-микрон этой краски подобрать в тон, размешать краску таким образом, чтобы она по цвету была каждого рюкзака. И, в общем, пройтись по вот этому шву так еще, чтобы еще дополнительно верхний слой краски лег и склеил вот эти вот выступы, как бы, ну, вот эти вот, как они, стороны этого разреза. На черном рюкзаке то же самое. Вот она полоса. Видите, это то, что осталось уже после склейки. Раньше она была, до того, как я клей положила, она была чуть глубже. То есть половина проблемы у вас уходит после того, как вы заклеиваете вот эту. Но сейчас еще, чтобы совсем не было вопросов у покупателей, что рюкзаки идут на, ну, как, на сайт, где оптовики размещают свои товары. И, ну, типа Озона там, вот такие сайты. Короче говоря, моя задача вот это все людям. Чтобы у покупателей не было вопросов, а ребята, которые продают, чтобы у них не было, знаете, убытков, не буду вскрывать сами рюкзаки, вот, просто потому, чтобы дополнительная упаковка не рюкзак. Еще один покажу. Вот. Ловится и уходит. Ну, видно, да, вот этот вот разрез, тоже уже склеенный, вот такой цвет, светло-кофейный. И здесь я тоже буду работать сейчас второй слой, наносить акрилом. Работать буду с обычными акриловыми красками. Самое сложное – это подобрать и смешать краски таким образом, чтобы цвет был, как говорят, с тютелька в тютельку совпадал с краской на изделиях. Такая работа. Ну, вот, видите. Самое забавное, что люди уверены, что купили кожу и будут покупателям все равно предлагать, писать, что это натуральная кожа. Ребята, это не кожа. Это вообще не кожа. Она и по весу недостаточно. То есть это, как вам объяснить, ну, кожезаменитель – это мягко сказано. В общем, это совершенно искусственный материал. Ничего, тут близко ни запаха, ни тяжести кожи тут нету. Это просто вот клеенчатое такое покрытие сверху. Ну, прорисовано тиснение, как у флоттера. Но это не кожа. Я даже не буду доказывать, потому что я их уже сто раз вскрывала, такие вещи. И внутри там ничего похожего нету. Но задача сейчас у меня другая. Мне нужно просто заделать, выполнить свою работу. И я вам заодно записала видео. Запишу, покажу результат уже после прокрашивания. Заниматься я этим буду, наверное, день или два. Потому что очень самое сложное – вот эту краску мешать-мешать так, чтобы она вот этот каждый цвет могла передать. То есть это будет несколько. Видите, они по разным оттенкам. И надо будет, в общем, заниматься подбором краски. Это пятно краски, которое я добавила. Я добавила жемчужный контур. Я добавила серую. И я добавила микрокаплю темно-желтую, чтобы у меня получился холодный серый цвет. И вот, посмотрите, первый мазок, который я делаю. Вот, видите, я просто кисточкой, а теперь я кисточкой. То есть я просто вмазываю туда-сюда, туда-сюда, вот такими штришками. Естественно, у меня размазывается больше. Но это под увеличенным совсем. То есть сейчас лишнее нужно будет снять, потому что издалека, видите, полоса. Сейчас уберем. Пока акрил не засох, быренько убираем влажной тряпкой. То есть аккуратно снимаем лишнюю краску, пока акрил не встал. А та краска, которая у нас попала в щель, она у нас остается в щеле. Сейчас посмотрим. В целом я с оттенком серого угадала. Это теплый серый, не холодный, это теплый, потому что у меня есть желтизна. Давайте найдем теперь это место. Видите, при очень сильном увеличении, вот, остался только след от этой царапины. Так, если не ошибаюсь, это вот, вот он, да, так, если не ошибаюсь, вот тут где-то, вот он. Но это, представляете, уже какое увеличение. То есть если смотреть глазом невооруженным, вот уже как бы меньше-меньше-меньше остался след от этой царапины, от этого разреза. У меня уже камера даже не фокусируется, она не понимает, на чем фокусироваться. Ну, глазами. Давайте посмотрим так издалека, что нам показывает. Вот еще есть, вот он. Еще есть, вот он, вот он, вот он, вот он. Но через камеру вы его уже, может, и не сразу увидите. А я глазами еще вижу. То есть вот здесь нужно продолжить. Также положить сюда еще раз краску. Этим я сейчас займусь. Я снова сейчас замешаю в палитре три цвета. Я возьму жемчужные, опять же. Просто он у меня есть, поэтому я его возьму. Так, возьму вот эту каплю, вот этот серый, вот такой оттенок холодного серого. И для придания ему теплоты, вот такой желтый. Так, это я пока смешала серый жемчужный и серый холодный. Вот такой получился цвет. Он отличается от этого, видите? Этот у нас холодный. Вот он, да, в чашке. А этот у нас теплый. Желтизны нужно добавлять. Вот она наша микрокапелька желтого. Так, иголку мы сразу выпьем, чтобы она у нас... И вот из этого мы сейчас попробуем получить нужный оттенок. Видите, немножко зеленеет. Такой серый становится... Вот, смотрите, этот серый еще не размешала до конца. И этот серый. Видите, что получается? Получается такой вот цвет. Продолжим. Третий слой сейчас буду делать. Так, пока не засох акрил, надо быстро успеть третий слой положить. Третий слой я положила. То есть, что вы делаете? Вы просто заполняете как бы глубину вот этого реза, глубину. Вот краски сейчас много. Сейчас я лишнее уберу. Видите, полоса становится все менее заметна, потому что я глубину как бы заполняю акриловой краской. Это то же самое покрытие, чем покрашен рюкзак. Ну, материал, из которого он выполнен. Все сейчас, пока все не засохло, надо убрать. Не бойтесь замазать чуть больше, потому что у вас вот эти трещинки, они тоже, видите, в тени этих трещин, в глубинках, там тоже есть как бы углубление, там тоже есть другой оттенок серого. И человеческий глаз, в принципе, уже с трудом различит, где вот это пятно. Вот я совсем стерла лишнюю краску. Теперь смотрите. Видите, удаляю, приближаю. Сейчас я сама еще не посмотрела, видно, не видно, но вы уже можете покритиковать. Видно, не видно, заделась. Лишняя краска убралась, а во все эти ложбинки попала доля краски и так же в разрез попала. Я вот в камеру пока не вижу, где, наверное, вот эта вот прямая полоса. Ну, уже, короче говоря, совсем сложно различить. Так. Для контроля я нанесла четвертый слой. Видите, цвет серый, сам цвет краски, в принципе, это нормально угадывается. Опять же, так же все лишнее сейчас я сотру. А глубина заполнения, то есть я просто вот в этой, вот сюда больше, вот в эту сторону сейчас добавила, потому что я работала больше на вот этой стороне, на той. Тут лучше заполнилась разрез, чем вот здесь. Сейчас я сюда добавила. Вот останется аккуратненько все убрать, подчистить. Не бойтесь, если в течение минуты вы все это сделаете, акрил не успевает засохнуть. То есть для этого нам нужна просто влажная тряпка под руками. И я, видите, тру не со всей силы, а просто убираю просто лишнее, чтобы в щели, вот в этой вот, в разрезе краска осталась. Не бойтесь повредить основной слой, это искусственный материал, ему от влажной тряпки совершенно ничего не будет. Все, бинго. Больше, наверное, тут ничего не стоит делать. Поразглядываем. То есть эту складочку можно принять уже просто за складочку. И тут точно не подкопаешься, если даже вы вот так будете смотреть. Вот так в плоскости, видите, никаких не видно выступов. Все. Думаю, надо остановиться, чтобы не испортить. Если вы прям совсем-совсем педант, ну, я не знаю. Хотите, делайте шестой, пятый, седьмой слой. Тут выдается скорее вот эта прямая полоса, да. А тут по-хорошему, если быть художником, нужно было бы прорисовать все полутени и тени вот в этих вот зернышках. Ну, я не художник, поэтому все равно я так не сумею. Поэтому я решила на этом уровне остановиться. И вот просто заполнить все вот этот разрез краской. А если бы вы были художником, то вы можете еще светлые зернышки прокрасить более светлым, темные прокрасить более темным. И вот еще этим позаниматься. Ну, для этого нужно вот таким художественным видением обладать. Я не умею, поэтому я остановлюсь. Второй рюкзак холодного серого цвета. Что мы здесь добавляли? Я взяла серую краску вот эту и добавила в нее микрокаплю вот такого василькового. У меня получился вот такой серый. Вот, немножко его разбавила. И им пока прорисовываю. Это первый слой. Он пока еще, видите, светлее. Но и полоса здесь совсем-совсем мелкая. То есть я сейчас просто вот такими штрихами заполняю места, где она отслоилась. Вот эти краешки. И сейчас сотру. Так, посмотрим, что мы тут. Получим. Стираем. Пока нужно стереть. Да. Здесь уже минута прошла. Надо уже акрил. Да, вот. Ну, видите, убирается он спокойно. Но зевать нельзя. Так, смотрим, что тут у нас получилось. Видно что-нибудь? Видите вы какую-то полосу? Я через камеру не вижу, а глазами сейчас посмотрю. Так, глазами. Вот под лампой я тоже. Так, вот это оно. Ну, да. Намек на полосу вы тут можете видеть посередине экрана. Но при вот таком взгляде, то есть если вы не знали, что там была когда-то, ну, вот разрез, специально даже приглядываясь, сразу не найдете. Все, практически этот с первого раза удалось заделать. Вот еще я вижу небольшой-небольшой участок вот в этом месте. Я бы вот здесь еще сантиметра полтора повторно бы нанесла, углубить. И также просто, ну, вот, такими движениями делаю просто, чтобы эту зернистость, глубину вот так вот впихнуть туда, короче, краску. Вот, видите, даже не особо она совпадает с оттенком этого голубого-серого рюкзака, он такой серо-голубой. Но для заполнения, ну, реза вполне достаточно этого оттенка, такого цвета. Вот. Так, еще чуть-чуть-чуть бы я. И все. И второй будет у нас. Готов. Вот здесь, вот сюда, чуть-чуть побольше. Почему делаю такие поперечные? Ну, вы поняли, чтобы краска зацепилась за, как это сказать-то, за окоп, за бороздом, за грань разреза. Туда-сюда, туда-сюда. Потому что я не знаю, чем тут еще можно положить бритвой, знаете, острые бритвы, но тут вообще неудобно. Вот такими движениями. Все, не видно. Сейчас сотру. Пока не засохло. Стираю тоже от широкого, ну, вот как бы к центру. К центру полосы. Все лишнее убираете тоже. Вот так не трите вдоль полосы, а то точно соскребете всю краску назад. Ну вот, смотрите. Получилось? Так, это был второй рюкзак. Оставляем его сушиться. Следующий рюкзак у нас такого цвета бежевого. Вот здесь у него порез. Вот он. Видите? Не видите? Фокусируйся, камера. Вот, видно, да? Вот он. Чик-чик-чик. И переходит на лямки. На лямки вот видно. Боже, это мои руки, конечно. Руки рабочего. Так вот, чтобы нам такой цвет получить, что я буду брать? Я думаю, я возьму белый, потом добавлю сюда желтого и каплю серого. Попробуем замешать. Так, это белый с желтым. Желтого много, да? Не бойтесь. Сейчас посмотрим, что будет. Видите, он такой становится уже на камере ярче. Вживую вот. Такой яичный желтый. И теперь нужно совсем-совсем маленькую каплю серого. Так, правильно я подумала или неправильно? Получится из меня алхимик или нет? Так, маловато серого. Направление мысли правильное. Надо больше серого. Так, посмотрите, что получилось. Вот он наш рюкзак. И вот какой цвет замесили. Попробуем поработать. Так, вот такой у нас цвет. Близко. Так, нанесли. Нанесла я вот сюда и вот сюда. Самое главное не задеть нитки. Точно такими же движениями, как раньше показала. Все заносим. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. На всю, на весь разрез. И сейчас надо убрать успеть. Так, первый слой я сняла. Нанесла уже второй слой. Так, вот. Видите, оттенок не идеальный. Если бы вы так оставили пятно, конечно, было бы, ну, отличалось бы на тон, да? Но мы же стираем, поэтому нам важно, какая краска попадет внутрь. Так, после двух слоев краски выглядит уже вот так. Видите, где-нибудь? Вот она, вот она, полосочка. Вот она, да? Так. Значит, продолжаем. И вот эта, вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она. Ладно, продолжаем еще. Каждый слой краски разводите пожиже, пожиже, чтобы она была. Потому что уже, ну, густота нам тут не нужна. Нам тут нужно совсем мелко, чтобы была мелкопористость. Короче, краска должна быть жиже. Так, это третий слой уже. Более жиденьки нанесла. И просто вот так вот точечная иголка туда вкладывала. Получится, не получится, не знаю уже. На светлом, видите, даже как-то заметнее. Так, это у нас после третьего слоя так выглядит. вот полоса. И здесь. Видите, что глубина вот этих вот заломов, она даже уже глубже, чем глубина самого разреза. Но я еще четвертый слой сейчас нанесу. Так, у нас четвертый слой здесь и здесь. Я, кстати, вот эту штучку, вот она, видите, висит бирочка, что типа это кожа. Но я уже ее щипнула и подпалила. Думаю, чем запахнет. Она пахнет, конечно, паленым белком, но судя по тому, как отрываются волокна, я опять думаю, что... Может быть, это спрессованное, что-то такое, ну... Может быть, тут есть какие-то, знаете, элементы вкраплений белковых. Но, короче, не кожа. Все равно. Все равно стою на своем. Не кожа, а это, ребята. Ладно, чуть-чуть даю подсохнуть буквально, чтобы нужно было успеть стереть. И вот здесь очень сильно глубокая бороздка. Надо ее прям заполнить. Ну, пока краска есть, можно несколько слоев еще успеть сделать. Я уже так говорю тихо, но потому что я увлечена работой. Все время меня это ругают, что тихо говорю. Но потому что сложение мусс не терпит суеты, ребята. Вот. Увлекаешься процессом, уже начинаются всякие мысли. Вот, вот я тут крашу, вам тут ничего не видно. Я тут мажу, 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 мажу вот тут, видите. Так, ладно. Посохнем чуть-чуть. Так, это пятый слой нанесла. Не удается скрыть совсем. Совсем не удается, все равно, если присматриваться, если знаешь, что здесь был порез, то все равно видно, сложно. Если не знаешь, что не видно, а ты знаешь, что найти можно этот след. И я не знаю, как его на бежевом видно. Но, в крайнем случае, поставить с оценкой. Я думаю, да. Я уже тут пытаюсь немножко хаотично просто бить. Ну, чтобы кисточка не прорисовывала. А здесь только, знаете, может спасти обман зрения, чтобы как бы вот в общей картине не заметить. Вот так выглядит после пятого слоя. Это я вам сблизи показала. А издалека... Вот. Так вот, издалека. Естественно, если вы будете носить уже так никто, это место уже просто сложно будет найти. Это я тут сфокусирована, поэтому я ее вижу. Вот. Ну что. Такая вот технология. Наверное, в принципе, такие вещи просто можно перекрывать краской. То есть, если бы у меня была краска вот еще более точно подобранная или оригинальная, можно просто положить сверху слой краски, да, на всю деталь и как бы закрыть. Ну, у меня тут, видите, точечная прорисовка. Ну, вот, видите, издалека. Видно, не видно, видно, не видно. Ай, остановиться или нет, не знаю. Вот. Ну и очередной слой, какой уже забыла, пятый, шестой. Ну, в общем, все. Здесь я уже не трогала ручку. Ручку, а вот на лямке еще слой добавила. Он уже совсем мелкий, совсем уже даже не видно, что это вот. Все. Останавливаюсь, больше не буду. Так, это после третьего или четвертого слоя. Я уже сняла краску, положила посушиться. Следующий рюкзак, он черный. Здесь тоже разрез такой, примерно на полдонышка. Ну и ладно, сейчас попробую сделать этот. Так, здесь, казалось бы, проще простого, да, потому что черный цвет вроде бы. Но вы же знаете, что 50 оттенков серого существует, и 50 оттенков белого, и 50 оттенков черного. То есть, так же придется подбирать краску. Так, полоса где-то у нас... Так, вот она. Вот она тут где-то. Так, это черный рюкзак. В принципе, здесь оказалось проще всего все заделать с одного раза, там, один-два раза буквально нанесла, все. Ну, в общем, ничего я не видела, ничего не видно, ничего я не снимаю, потому что это все просто было. Сейчас вернусь к бежевому. Этот рюкзак прорезан полностью через все дно, вот такая огромная полоса. Краску намешиваю вот такую, белую в основе, и размешала то, что у меня было от предыдущего, от более темного такого бежевого рюкзака. Короче, такую краску, вот она на краешках осталась, я просто добавила белого. И желтизны добавлять уже не буду, просто еще более, еще добавлю белой краски, чтобы она чуть светлее была, чем рюкзак. В общем, белого добавила, но он не спасает, он все равно отдает розовинкой. Видите, нужно все-таки микро-каплю желтого. Вот как-то так. И да, это правильный ход, потому что, обратите внимание, вот этот был розовый чуть-чуть, а вот этот с желтинкой. И вот она, та самая желтинка, которая мне нужна. Поэтому еще чуть-чуть желтого, и будем работать. Так, вот она, желтинка, еще одна. И теперь все тщательно нужно перемешать. Видите, как интересно перемешать краске. Получается у нас, теперь у нас очень похожая по цвету красочка. Вот она, теперь надо ее, в случае чего, просто пожиже делать. Или там, если бы я сейчас сделала темную, я бы просто белым могла подбелить. Ну, а так, в целом, вот она на кисточке, эта краска. И уже никакой розовинки нет у нас здесь. Просто уже теперь рюкзак чуть посветлее. Но тон очень похожий. Работаем. Так, после первого слоя, нанесенного, и я его уже сняла, Видите, полоса стала мельче в некоторых местах, а в некоторых осталась еще глубина. Поэтому нужно продолжать. Не знаю, сколько тут будет слоев, но где-то мельче, где-то глубже. Видите, вот здесь совсем заделалось место, а дальше опять глубоко. Продолжаем. Так, еще один слой. И вот я его сняла, этот слой. Видите, еще больше стало мелких мест, и остались глубокие. Сколько потребуется еще слоев? Может быть, три. Не знаю, сколько, но... Видите, еще видна полоса, еще угадывается вот это место. Будем дальше работать. Так, ну вот, прошло полчаса, я нанесла еще три слоя краски, уже сняла. И пока вот такой у меня только результат. В общем, пока этот рюкзак я отложила, у меня закончилась краска. Сейчас я черным займусь, потом к нему вернусь. Трудно его было заделывать. Это самый сложный, пожалуй, этот светлый. Издалека, конечно, уже неплохо, но все равно все видно. В общем, даже не знаю, что, но вот какие-то уже вот все равно видно полосу эту. Не знаю, получится ли заделать. Видите, бежевый полежал, посушился, и полоса требует еще внимания. Буду делать дальше. Так, ну вот, почти-почти финиш на светлом рюкзачке. Действительно, эта технология-то работает, потому что каждый слой, он вот микро-микрон какой-то дает, вот этой глубины, но в итоге практически склеивается вот этот вот разрез. Практически вот он, видите, виден, но уже только я его вижу. Буквально слои акрила краски, они склеиваются между собой, потихоньку склеиваются и склеиваются. Если бы была возможность полимеризовать еще вот это вот покрытие, какой-нибудь под ультрафиолет куда-нибудь засунуть, ну, если бы это было маленькое изделие, можно было еще как бы запечь эту краску, полимеризацию сделать, чтобы она вот уже, так знаете, в пластик превратилась и намертво. Но здесь только ждать естественного высыхания, и все. Вот, видите, я уже разводила второй сначала таким, потом все-таки вот этот слоновые кости, такой цвет добилась. И вот верхние слои уже им делаю. Все, буквально сейчас вот снимаю какие-то огрехи, да даже их уже нету. Я уже прям вот так вот работаю с увеличительным стеклом и ищу, где мне еще мазануть. подмазать, ну, вот уже как бы, вот, видите, наверное, эту заделанную полосочку, это у нас увеличивается уже вот прям, то есть я сейчас уберу, видите, ее даже совсем уже, она уже неразличима. Вот, только остался как бы стыковочный след, это уже акриловая краска между собой склеилась. Ну и все. Такая была работа. Пускай сохнет, позвоню потом заказчику, и в принципе готова отдавать. Все. Показала вам заодно вот этот, не скажу, что простой, но этот способ, как можно заделать разрезы, порезы на не кожи, на кожезаменители, на искусственном материале. То есть практически это клеенка у нас с покрытой краской сверху. Пока-пока.